В ходе обыска обнаружили списки Ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Копторя «Политика преисподней». Я приветствую сегодня всех собравшихся. У нас вторая лекция в фокусе книги «Матрица общественного сознания». Но по замыслу лекции я решил пойти несколько дальше. Жизнь не стоит на месте. Появляются новые материалы, которые идут в развитие тех материалов, которые написаны в книге. И важный вопрос, который мы обсуждали в прошлый раз, это вопрос о концептуальном суверенитете. Есть разные измерения суверенитета. Экономический, финансовый, политический. Об этом многое говорят. Но важнейшая вещь – это суверенитет концептуальный. И я бы… Нужен эпиграф. Я в качестве эпиграфа решил взять слова. Это запись, записанная Константином Симоновым. Беседы на встрече с писателями Сталина 47-го года. 47-й год. Страна одержала недавно победу. Ну, казалось бы, мы на коне. Но на что внимание обращает Сталин тогда? Цитирую. Если взять нашу соединю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, повыкли считать себя на положении вечных учеников. Простой костянин не пойдет из-за пустяков, кланится, не станет ломать шапку. А вот у таких людей не хватает достоинства патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. В эту точку надо долбить много лет. Лет 10 эту тему надо вдолбливать. Бывает так, человек делает великое дело и сам этого не понимает. Вот взять такого человека, не последний человек, а перед каким-то подлецом иностранцем, говорит Сталин, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так, мне кажется, надо бороться с духом самоуничажения у многих наших интеллигентов. Сталин это сказал в 1947 году. Казалось бы, тогда к этому меньше всего было оснований. Но Сталин говорит о том, что надо бить в эту точку. И уж тем более бить в эту точку надо сегодня, когда ну явно не такая ситуация, как в 45-47 годах. И в этом отношении, конечно, надо восстанавливать концептуальный суверенитет. Тогда это называлось борьбой с безродным космополитизмом. Еще некоторое время назад, ну попробуйте-ка произнести о необходимости этой борьбы. Обвинят в чем угодно. Обвинят, как бы так сказать, в антисемитизме. Почему-то и такие обвинения были, хотя космополитизм это не об этом. Космополитизм это о том, что, в общем-то, надо ориентироваться на свои ценностные установки, на свой собственный опыт. И в конечном итоге, о чем мы сегодня поговорим, и гуманитарные, и обществоведческие науки должны быть идентичны России. Потому что то, что мы используем до сих пор, а это доминантно сегодня, но это науки западные, со своими стратегическими ловушками и своими следствиями. О том, что суверенитета сегодня нет, ну, одна такая маленькая иллюстрация. Открываем любой журнал из списка влаг. С чего он начинается? Он начинается с аннотации на английском языке. Возникает вопрос, какой это стати, что неужели английский язык – это язык международного общения или научного общения. Никто его в таком качестве не определял. Статьи в данном случае о патриотическом воспитании российской молодежи, о духовно-растных российских ценностях. Причем тут вообще английский язык? Это вообще не адресовано как бы внешнему миру. Это о наших проблемах, о наших вызовах. Анотации на английском языке есть такой маркер несуверенности. Ну, хорошо то, что обязательность публикаций в скопусы в Эпофф Сайнс как бы заморозили. Но гранты не дают без наличия публикаций в скопусы в Эпофф Сайнс. Так заморозили, но не совсем. Но это все преамбулы, как бы, можно сказать, эпиграф к той теме, которую мы сегодня рассмотрим. Рассматривать мы будем сегодня тему о тех концептуальных ловушках. По максимуму пытаемся взять общественные науки, обществоведческие, и какие господствуют концепции в этих науках, и что из этого производно. Хочу сразу сказать. Это не только наша ситуация. От этого не легче, но важно зафиксировать, что ситуация не только наша. В разных странах мира, бывших колониальных, бывших полуколониальных, так сказать, западная, в кавычках, передовая наука. Университеты, ведущие везде, и академии, как трансляторы этой западной науки. Отсюда феномен западничества, который не только у нас. и, соответственно, восприятие того, что не западная. Национальная традиция воспринимается как архаика, как нечто, используя молодежный сленг, отстойное. И более того, когда возникает некое противоречие с этой традицией, тут-то и циркулируют фобии, фобии в отношении к народу и государству. Тот феномен, который у нас хорошо известен и описан в 19 веке, еще там Достоевский, о Смердяковщине рассуждал и так далее. Это не только наш феномен. Это надо зафиксировать. И по большому счету западная обществоведческая мысль, западные общественные науки есть не инструмент глобального управления. Надо называть вещи своими именами. Это не наука, как стремление к объективности, к познанию мира. Это навязываемые стереотипы, по советствам которых Запад управляет человечеством. Это не единственный механизм, но очень важный. Что следует? Я дальше перейду к обзору по отдельным наукам. Что следует в целом из различных обществоведческих наук, если их просуммировать. Эти науки у нас до последнего времени хорошо меняются обществознания. Надеюсь, мы увидим с 1 сентября новый учебник по обществознанию. Пока не увидели. Пока что из себя будет представлять, не знаем. Но во всяком случае то, что было до этого и то, что преподавалось и учебники по ведущим вузам страны, из этой всей совокупности концепции разные. Концепция постиндустриального общества, концепция модернизации, концепция информационного общества. Мы их разберемся. Дальше. Следует положение. Россия архаична. Вот из всех этих концепций вытекает. Россия архаична. Она не соответствует, так сказать, мейнстайму. Россия немодернизируема. Она не просто архаична, она не способна перестроиться под соответствующие концепции, например, под концепцию модернизации. И будучи архаичной и принципиально немодернизируемой, Россия есть угроза свободному миру. Это не западные концепты. Это наши. Наши науки, наши ученые, по большому счету, наши учебники школьные подводят под эти выводы. И мы вступили в противоборство с этим самым Западом, опираясь на эти западные общественные концепты. Откуда истоки растут? Ну, можно бы и более глубинные истоки взять. Мы как-нибудь посмотрим. Но пока ограничусь эпохой просветительства. Итак, эпоха просвещения. Я напомню, базовый концепт эпохи просвещения выражается этой адой дикость, варварство, цивилизация. Но цивилизация, не как мы сегодня говорим в духе Данилевского, Шпенглера, Тойнбе, цивилизации и. А цивилизация одна. Отсюда концепт. Помните, в Горбачевское время как все цивилизованные страны. Получается, есть страны цивилизованные, а есть страны нецивилизованные. Путин в том году на Валдайском форуме это определил как колониальная трактовка цивилизации. Итак, дикость. Чем характеризуется дикость? Дикость это отсутствие государства. дикарь, он на свою собственную государственность не способен ее создать вообще. Образ соответствующий, он очень был популярен. Но я напомню, что в Европе зоопарки, в которых помещали дикарей, они были до 60-х годов 20-го века в той же Бельгии. Человеческие зоопарки. Варварство. Следующая ступенька. Варвары уже создают свое государство, но это государство неправедное, неправовое, деспотия, восточная деспотия, которая характеризуется отсутствием свободы и подавлением индивидуального начала. И понятно, Китай, Индия, Россия, она вот здесь, на уровне варварства. И тот же Наполеон, когда вторгался в Наполеон, везде, куда ни приходил, отменял феодальные пережитки. Возникает вопрос, почему он не отменил кайпостное право в России? А Наполеон, он четко высказывался в этом отношении. Зачем это варварам отменять? Для варваров вообще характерно, это свободным людям не надо до кайпостного права. А у варваров они могут жить только так. Ну и дальше цивилизация. Цивилизованное государство, политические свободы, разделение властей, частное право, фактически характеристика Европы и европейских, европейского устройства через этот концепт цивилизация. Но к большому счету это российская трактовка. Называйте, я считаю, просветителей не принято относить к расистам. Но мало чем отличается сущностно. И это не надо понимать так, что дикай становится варваром, а варвар становится цивилизованным. Нет. Это потом Гегель развивает эту тему, мировой дух передается, а дикай он остается дикайом. И варвар варваром. В этом отношении я приводил как-то здесь в этой аудитории пример. У нас в школах изучают дети Арбинзона Круза Даниэля Дефо. Но в Европе ведь изучают три книги о Арбинзоне. И это Даниэль Дефо, он был представитель своего времени. Он этими тремя книгами как раз дикость варвар социализацией. Он пытался представить это развитие. В первой части Робинзон попадает к дикаям. Он встречается с каннибалами тот же Пятниц. Во второй части он попадает в Китай, а потом попадает в Россию. Это варварство. И православие у него, не православие, а там нечто такое. Он перешел грань русофобии Дефо. Может быть, поэтому и нет второй части книги у нас. А третья он рассуждает о преимуществах западного устройства. Но это матрица, соответственно. Матрица из этой концепции просветителей по большому счету все обществоведческие концепты, о которых мы сейчас и поговорим, они производны. Эволюционизм. Ну, важно тоже сделать оговорку. Я понимаю, что у нас многие сторонники эволюционной трактовки развития, но эволюционизм это исходно была версия развития расистского подхода, который доминировал очень долго в западном обществоведении. Расизм, что утверждал, есть высшие и низшие народы, и есть иерархия рас, что утверждает эволюционизм. Это такой был камуфлированный расизм, более мягкий, есть народы, тоже иерархия, есть народы отсталые, а есть народы передовые. Есть передовые сообщества, они ушли вперед, есть отсталые, они должны идти по тому пути, который освоили передовые. Есть впрочем еще одна группа, девиантные сообщества, они вроде развиваются, но они развиваются не так, не туда. И как вы понимаете, кто относится к девиантным сообществам, ну это все мы. Что исходно представляли западные обществоведческие науки, какие установки и как поизнаки цивилизации, они несли. Экономика это идея рынка, абсолютность рынка, мы это дальше посмотрим. Политология это установка, либеральная демократия, только так. Право это права человека и правовое государство, и тоже только так. Социология гражданское общество, психология установка на индивидуальное самовыражение, в основании человек индивидуум, педагогика это концепция свободного воспитания, но история это освобождение индивидуума. Он снимает в себя различный обоименитель в виде церкви, государства, семьи. И все это объединяется понятием цивилизация. Ну, понятно, что этот набор это, хочу сказать, имеет очень малое отношение к науке. Это соответствующие проектные установки, но эти проектные установки, как некое само собой разумеющееся, создали матрицу российского обществоведения на современном этапе. Ну, а вот теперь давайте пойдем по наукам. Было проведено очень большое исследование, на которое я сошлюсь. Не все материалы, как бы, я тут, естественно, включаю, потому что исследование большое, и не по всем наукам, их много, но по основным ключевым. было проанализировано, что является доминантным по разным обществоведческим наукам. Причем есть отличие, что преподается в, так сказать, ведущих вузах и вузах периферийных. Ведущие вузы, как ни поискорбно, более поражены западным обществоведением. Философия. Значит, условно доминируют в ведущем, так сказать, философском дискурсе два направления. Одно направление это позитивизм, второе направление это философия постмодерна, постмодернизм. К чему они ведут? Какие следствия? Позитивизм. Специальные науки могут только решить все дело. Ненаучность интегральных подходов. Любая попытка сделать что-то интегральное, позитивисты вам скажут, но это ненаучно. Вернитесь к специализации. Другое посыл. Только факты. Ненаучность любой концептуализации. Ну, знаете, в академических институциях такая установка существует. Что вы тут нам концепции сочиняете? Давайте-ка с фактами. Все факты интерпретируемые на самом деле, они по-любому, за ними стоит какая-то концепция, но по большому счету это покушение на систему смыслов, то, что называется репрессинг метанарративов или репрессинг идеология. Позитивизм и его значение убрать систему больших смыслов. Ну, вначале позитивизм атаковал марксизм, потом позитивизм атаковал вообще любую претензию на концептуальность. Ну, вот тут истоки как раз поражения концептуального суверенитета. Нет больших смыслов. Факты изучайте и не идите на как бы что-то большее. Это одна сторона. Другая сторона философия постмодернизма. Смерть бога, девиз постмодернизма, смерть автора, смерть субъекта, это лозунги постмодерна, отсюда невозможность вообще больших проектов. Ну, нет бога, нет субъекта, все определяет совокупность как бы текстов. Нет автора, кто автор, на меня повлияло очень многое. Значит, я автором не являюсь, а, соответственно, не являюсь субъектом, а, соответственно, каких-либо больших проектов нет. Вроде бы это прямо противоположно, чем философия позитивизма. Только интерпретация существует. Релятивизм, все относительно, у каждого свои взгляды, у каждого свои подходы, с другой, стороны, но подводят к тому же никаких идеологий, никаких объединяющих больших смыслов быть не может. Другой подход, ну, атакует то же самое. Репрессинг больших смыслов. И понятно, что общность, лишенная смыслов, не может быть суверенной общностью. это философия. Так сказать, наука наук. Преподавание истории. Ну, вот, сегодня вышедший документ, указ президента об основах исторического просвещения, вроде бы, из него следует необходимость разработки нового историко-культурного стандарта, но вот то, что у нас до сегодняшнего дня было, это концепция модернизации. И к месту, не месту, на разных кафедрах изучают. Мы изучаем концепцию модернизации. Но модернизация сама по себе, может быть, слово кому-то и нравится, и, может быть, это внешнее впечатление от слова кого-то и ввело заблуждение. Модернизация это нечто совоименное, модернизация. Но концепция модернизации это вполне определенная вещь. Суть концепции модернизации когда-то было традиционное общество. Традиционные общества отличаются вариативностью. Одно традиционное общество не похоже на другое. У них своя религия, свои обычаи, свои традиции. Есть общество совоименное, которое универсально. Путь от традиционного общества вариативного к совоименному универсальному есть модернизация. Но в этой постановке вопроса путь модернизации есть путь уничтожения традиционных ценностей, цивилизационной специфики, религии, суверенитета. Но все это в концепции модернизации упраздняется. Есть, конечно, разные концепции модернизации. Суть-то одна. Переход от традиционного общества к обществу универсальному. Вопрос. Мы в этой парадигме историю должны изучать. Мы в этой парадигме патаятизм через историю должны формировать. Это только путь к потере суверенитета. А между тем на этой версии у нас выстроены учебники. Анализ показывает, что из всех обществоведческих наук наиболее пораженной западными концептами является именно политология. Это не просто западная, это американская наука. по различным словарям и учебникам более 90% персоналей представителей политологической мысли это американские политологи. Это американская школа. Надо это иметь в виду. И мы выстраиваем сегодня политологию в значительной степени с опорой на это. Есть прямые свидетельства. У нас политология как наука, как дисциплина появилась на рубеже 80-90-х годов, но сегодня признаются многие, ну а что, у нас не было учебников политологии, мы переводили, мы переводили с английского, но все эти переводные версии, они оказались, дальше уже от них отказаться было невозможно. Ну, какие доминирующие концепты? Значит, концепт очень простой о том, что противостоят друг другу демократия и автократия. Значит, ну, на всякий случай хочу сказать, что это сейчас основа концепта стратегии национальной безопасности США, что противостоят две эти силы, мир демократии и мир автократии. И мы понятно, как Китай, как Иран, зачисляемся в мир автократии. Концепция явно против нас направленная. Однако, это сегодня как классика политологии. У нас дети задают обязательный вопрос ЕГЭ. Чем там автократия отличается от демократии? В действительности. Автократии и демократии как чистых моделей не существует. Весь народ не может управлять в принципе как бы демократии как чистой модели не бывает. А реально те режимы, которые называются демократическими, как правило, являются олигархическими. С виду демократия, а по сути управляет большой капитал. Автократия. А реально тоже не автократия. Значит, чаще всего это либо теократия, власть бога, либо идиократия. Советская модель была идиократической, а никак не автократической. Или часто бюрократия управляет. Но автократия, чтобы один человек управлял, это физически невозможно и не бывает. Это абсурд. теократия. Ну вот модель, которая определяется как самодержавие, как самодержавие, в действительности это проекция управления Богом. Это царь, как помазанник Божий, все институции, они выстроены под Бога. Это представление о том, что Бог реально управляет и власть идет сверху вниз. Они на Западе это назвали деспотией или автократией, вычеркивая Бога, хотя тут это дискуссия Ивана Грозного и Андрея Курбского, когда тут обвинял Ивана Грозного в тирании. Что отвечал Иван Грозный? Это все не так. Во-первых, Русь управляется проведением Божиим. Во-вторых, она управляется заступницам Божьей Матери, в-третьих, она управляется нашими святыми, в-четвертых, она управляется нашей традицией от предков идущих, а только в-пятых московским государю. Только в-пятых. Для западного сознания не важно все. Это очень важно, потому что если она не управлялась проведением Божьей Богородицы, он будет нелегитимной фигурой этот самый московский государю. Концепция общественного договора еще один политологический штамп и объяснение происхождения государства у нас, к сожалению, взято от ГУПСа, от концепции общественного договора. Суть концепции ГУПСа, что когда-то существовала война всех против всех. Люди были готовы истойбить друг друга, но чтобы этого не произошло, был заключен общественный договор. Суть этого общественного договора это учреждение государства. Этот договор периодически перезаключается. Как часто? Ну, раз в четыре года или в пять лет. Он перезаключ... Выборы это перезаключение общественного договора. Но государство, созданное на основании общественного договора, это чудовище. Это левиафан. Она подавляет человека. Это необходимость создать государство, чтобы люди не истойбили друг друга. Но когда-то, когда человек достигнет нравственного самосовершенствования, от государства надо будет отказаться. Ну, что надо сказать? Ну, во-первых, понятно, что концепт задает антигосударственную установку. Во-вторых, никакого общественного договора никогда не существовало. Это метафора. Нет в истории, неизвестно о заключении общественных договоров. Да и у нас это другая концепция. У нас государство как большая семья, и отсюда строится другое отношение. Не контракт воюющих друг с другом индивидуумов, а другой подход к государственности. Тем не менее, почему-то взята была. Это метафора. В международных отношениях, что означает концепция общественных договоров. Но вот создан не один левиафан, много государств. Левиафаны. И эти государства тоже воюют все против всех. Поэтому нужно что? Нужен мировой общественный договор. Мировой общественный договор означает, называя вещи своими именами, мировое правительство. Ну, тогда наступит ира свобода. Ну, под это ведь все. Почему у нас берут этот концепт, эту метафору, ненаучную? Вопрос. Социологические концепты. Социологические концепты достаточно много. Мы отдельно и сейчас рассмотрим. Это концепция постиндустриального общества, концепция информационного общества, концепция сервисного общества, ну, еще концепция креативного класса. Сюда же можно назвать, я ее дальше ближе, наверное, к экономике попытаюсь рассмотреть. Значит, каким представлением это все выводит? Вот в совокупности. К чему эти концепции все ведут? То, что блага создаются в сервисных секторах. Они создаются не в индустриальном секторе, они создаются не в аграрном секторе, они создаются в сфере сервиса. В сфере сервиса. Головенствующую роль в обществе занимают не люди труда, как это традиционно считалось, а то, что называется креаторы. Меньшинство некое, обладающее особыми творческими потенциалами, которые работают в секторах сервиса. отсюда уже представление брахаичности традиционных форм труда и аутсайдерстве трудового человека. Ну, об этом это ведь как бы в общем-то очевидная вещь. Ну, вот заявили как бы ценность труда в указе 809 о традиционных ценностях. Ну, пожалуйста, современная социология, которая доминирует, на основе которых преподавательская система, она эту цену с труда подрывает, торпедирует ее, говорит, да что вы, это все отсталые сферы и отсталые люди, передовые-то они, в общем-то, как бы в сервисе, в офисах работают все больше. Ну, начну с такого концепта, как постиндустриальное общество. Мы в свое время подготовили достаточно уже давно, подготовили книгу, и она, в общем-то, ну, некий вклад внесла в то, что как-то вот этот миф о постиндустриальном обществе развеять. А лицензию на нее тогда дал положительное Паймаков, что придало, он тогда еще был жив, придало этой книге соответствующий вес. Суть какая, значит, был период огранного общества, концепта, потом период индустриального общества, ну, все это заканчивается, и мы живем в постиндустриальном, вернее, переходим в постиндустриальное общество. Значит, отсюда какая рецептура? Ну, когда у нас говорили еще в начале 2000-х промышленная политика, да вы что, какая промышленная политика? Мир идет в постиндустриализм. Говорить о промышленной политике, это большая архаика, и кто выступает за это, тот, в общем-то, архаист. Анализ, который был проведен, он показывает, что никакого постиндустриального общества, постиндустриализма в мире нет. Индустриальный сектор как рос, так и продолжает расти. Произошло просто другое. Произошло перемещение части индустриального сектора из стран условно золотого миллиарда в страны, где более дешевая рабочая сила. Она не исчезла, индустриальный сектор, он просто перемещен оказался. Восточную Азию тут же, на основании чего рвок вот эта Восточная Азия. Но это не постиндустриализм. Это называется неоколониализм. Попробуйте заставить американца или француза работать на конвейерном производстве в той модели, как это работали в 20 веке. Он будет сопротивляться, он будет требовать большую зарплату за это. Гораздо проще под это подверстать китайца или индуса, в которой меньше запросов, меньше зарплаты и все прочее. Но это другое. И когда нам говорят, смотрите, надо нам тоже идти в постиндустриализм, у нас многие стратегии начинались, происходя из того, что мы идем в постиндустриальный мир, надо делать то-то, то-то и то-то, но стратегическая ловушка, ошибка, остановленные промышленные предприятия и концептуальная закладка под это ведь была. Сервисное общество, ну, еще одна, так сказать, версия постиндустриального общества, взгляд с другой стороны. Сервисное общество. Что значит сервисное общество? Все отношения в этом обществе выстраиваются между двумя субъектами. Субъект номер один клиент, который приобретает услугу. Субъект номер два услугодатель, который предоставляет эту услугу. Все. Ну, отсюда производны такие вещи. Образовательная услуга. Образование у нас до недавнего именно хорошо в законе. После многочисленных попыток убрали эта образовательная услуга. Но ведь так, это и философия, и по сей день образование. Ученик, он клиент, он, тем более, есть платный студент, он заказывает, а учитель, педагог, он должен дать услугу. Ну, а если так, какая еще педагогика может быть? Государственные услуги. Государство это не та сила, которая ведет вперед, а которая дает услугу клиентам. Появляется концепт военной услуги, что вообще абсурд. Религиозные услуги вообще выводят это все в общем-то в какую-то совсем абсурдную парадигму. Вся система, только услуги, только услуги, ничего кроме услуг нет. Ну, понятно, есть это услуги, есть это все задается клиентам, никаких ценностей и целей тут быть не может. В принципе. Концепция цифрового общества. Ну, смотрите, конечно, много сейчас говорят, есть, наверное, так скажу осторожно, цифровые технологии, но это цифровые технологии. Дальше цифровые технологии понятие превращается в цифровое общество, технологии общества, это понятно, не одно и то же. Можно говорить о технологиях, но когда мы говорим цифровое общество, Цифровое общество там в основе не люди, а цифры. А дальше сегодня же возникает понятие цифровой человек. Ну, вроде как вначале метафора, но сегодня исследование сферы генома, того, что называет искусственный интеллект, установки идейные трансгуманизмы, кибергизация, но все это из метафоры превращает в нечто зловещее. Фактически подводится основание под деконструкцией человека. Ну, и здесь на этом слайде некая апелляция, как бы такая исходная традиция. Сначала было слово, а буквально в переводе сначала был логос. Логос – слово как смысл. Это подменялось традицией каббалистической. Сначала была цифра. Понятно, что это другая традиция. Это не христианская, как минимум, традиция. Она иная. Ну, и в современной версии этот концепт цифрового общества, но он, в общем-то, пообитает не просто как установку за все хорошее внедоение цифровых технологий, на социологический концепт. И подмена технологий, социологии, характеристикой общества – это может иметь самые зловещие последствия. Экономическая экономика. Ну, опять-таки, приходится говорить, что у нас экономика базируется сегодня на ряде либеральных экономических установок. Они никуда не ушли. Значит, какие это установки? Ну, я бы выделил пять таких установок, которые прослеживаются, ну, как нечто само собой разумеющееся. Это первое. Homo economicus. Человек экономический. Человек экономический – это руководство с экономическим интересом. Нет действительности человека экономического. Иллюзия. Та же метафора. Это Адам Смит сделал когда-то допущение Homo economicus. Человека экономического как такового не существует. Человек – это как бы многомерное, значит, существо, которое, в общем-то, сводить исключительно к экономике человека невозможно. Израильский мыслитель Даниэл Канеман, значит, он Нобелевскую премию получил, так, на всякий случай, с доказательством, которое на самом деле большой удар наносит по экономике вообще, с доказательством, что экономическое решение почти никогда не принимается на основе экономических расчетов. Они принимаются на основе интуиции, на основе ценностей, что угодно. Экономические расчеты в последнюю очередь. Но для нас это важно в том плане, что человек экономически не работает. Homo economicus не работает. Вторая установка – рынок. Мы сделали выбор в пользу рынка. Значит, во-первых, есть ли рынок? И был ли он когда-либо? Уже сегодня-то точно можно говорить, и западные даже экономисты, когда у нас начинали все эти айформы, говорят, да что вы. Вы идете туда, не зная куда. Да, никакого уже рынка там на Западе нет. И только сегодня начинают понимать, что там мир-то санкций, ограничений, распределений, чего угодно. Иллюзия свободного рынка очень дорого стоит. Концепция менеджмента. Менеджмент, как, знаете, у нас фактически как знак равенства с управлением. Менеджмент – это не управление. Менеджмент – это максимизация прибыли при минимизации сдержек. Это один из сегментов возможных управления. Но это бы сказали так в марксистском дискурсе – это капиталистическая модель управления. Менеджмент. Но не факт, что это только единственное. Разве здравоохранение должно функционировать на основании менеджмента? Менеджмент здравоохранения – это означает недолечить и больного, ибо он должен пойти и принести вам свои деньги. В образовании менеджмент означает, что это исключительно коммерциализация образования. Менеджмент в государственном управлении в целом – это означает не установка создавать больше мест, а установка уволить работника. Потому что прибыль тогда будет больше. Ну, соответственно, вопрос. Нам нужен менеджмент, особенно в условиях СВО. Частная собственность, как некая идущая от XVIII века и раньше установка о священном характере и частной собственности, и установка о том, что частник всегда работает лучше, чем работающий на государстве. Но это не так, во-первых. Во-вторых, тот феномен частной собственности, который там был в XVIII веке, уже все принципиально поменялось. Но эта установка частная лучше государства задает соответствующие следствия в виде пайватизации и прочих вещей, которые очень дорого обошлись нашему отечеству. Ну и пятая установка – международное разделение труда. Если у вас есть вот что-то, вы делаете лучше всех, делайте только это. Не надо делать полный цикл товаров, лучше купить. И обменять на то, что вы делаете лучше других. Ну, наверное, так бы оно работало, если бы не было войн и противоборств друг с другом. А сегодня мы столкнулись, что надо импортозамещение. Мы делали ставку на международное разделение туда, вошли туда. Отказались от многих составляющих нашего суверенитета экономического. Ну и получили следствие. Коммерциализация, приватизация, диавторкизация, конкуренция, менеджеризация – ну, это прямые следствия из этих ошибочных установок, взятых в основании того, как у нас преподается экономика. Закладываются соответствующие подходы. Несколько слов о креативной экономике, о креативном классе в отношении социологии. Ну, Рича Флойда, которого превозносит как некого гуру в этом направлении. 2011 год вспоминается, когда белоленточники вышли с заявлением, с апелляцией к этой концепции – мы креативный класс. Значит, в принципе, она тоже укладывается в ту же самую матрицу. Значит, матрица следующая. Значит, свобода – есть всегда развитие, несвобода – есть всегда археизация. Тоталитарные автократические режимы обречены, поскольку они несвободны. Россия несвободна в этой версии, значит, она обойчена. Ну, это концепция. Когда говорят, да нет, Флойда – это другое, это наши белоленточники ввиду своей, как бы, слабой продвинутости концептуальной, они просто не поняли. Да все прекрасно поняли. И концепция именно об этом. Вот один из последователей – Джон Хокинс. Значит, авторитарные и тоталитарные режимы подавляют свободу. Без свободы невозможно творчество. Без творчества невозможен креативный класс. Без креативного класса невозможно развитие. Тоталитаризм проиграл в 20 веке. Авторитаризм проиграет в 21 веке. Ну, вот это все именно под фактически концепция креативной экономики и креативного класса. Она работает на формирование того, что там называлось белоленточная оппозиция, антигосударственная, с установкой «Дайте нам свободы творческим людям и удалите государство, которое этому свободу мешает». Концепция – демография. Концепция демографического перехода. Ну, и у нас, как бы, так сказать, доминирующая она. Есть и от вузов, площадок, где вот с апелляцией к этой концепции. В чем суть концепции? Демографический переход или демографическая модернизация. Что в современном мире высокая рождаемость, она невозможна. Невозможна. Весь мировой тренд – это высокая продолжительность жизни, долгая продолжительность жизни и низкая рождаемость. Современное общество не может быть обществом высокой детности. Почему? Ну, вот здесь обозначены стадии демографического перехода. Первая стадия – высокая рождаемость, высокая смертность. Рост населения незначительный. Это аграрное общество, рождаемость высокая, но и смертность высокая. Вторая стадия – это индустриальный период, высокая рождаемость, потому что появляются медицинские препараты, качество жизни, сохраняется и снижающая смертность. Значительный рост населения. Третья стадия – позднее индустриальное общество, снижение рождаемости, низкая смертность, рост населения незначительный. Ну и четвертая стадия – постиндустриальное общество, низкая рождаемость, рост смертности, потому что достигли потолка, из стариков стало больше, и депопуляция. Итог. Переход к малодетности предопределен. И нечего тут пытаться что-то… Демографическая политика – это не научно, это абсурдно. Ничего вы сделать не можете. Значит, это мировой тренд. Но под это много чего написано, под это обоснование. Но только вот анализ-то показывает следующее, что в той же Европе депопуляция началась в связи с индустриальным переходом. Первый стал жертв Франции еще в 18 веке. Там никакого индустриального перехода не было. Но там была дехристианизация. И дальше мы видим, где идет отказ от традиционных для соответствующих сообществ ценностей. Там мы и сталкиваемся с депопуляцией. А древние цивилизации, они также гибли. Там не было никакого индустриального сектора, тем более постиндустриального. А они гибли, снижалась рождаемость, потому что эгоцентризм, уход от высших ценностей смыслов, жизнь для себя и другие установки. Это установки ценностные, а не то, как если это установки ценностные, значит, можно с этим работать. Через управление ценностями можно эту предопределенность к малодетности изменить. Это как минимум дает надежду для государства выживания, для России. А в этой концепции никакой надежды нет. Все, вы приговорены. Ну как строить демографическую политику на таком, как бы, так сказать, пессимизме исходном? Правоведение. Понятно? Это в фокусе правоведения, так или иначе, это концепция прав и свободы человека. Она базируется на двух посылах. Права и свободы человека. Это первая свобода человека. Но человек, что такое человек? Человек дается и рассматривается как индивидуум. Это трактовка человека в западной культуре. Человек-индивидуум. У нас трактовка человека другая. Прав и свобод. Свобода, как либерти. Свобода от. Это не свобода воли в православном понимании, не свобода для и права человека. Это право как защищенность свободы индивидуума. Ну, так оно выстроено. Всеобщая декларация прав человека, она об этом. Она, напомню, принималась в очень большой дискуссии. Советский Союз, другие страны. Они ведь не проголосовали за. Они не были против. Они говорили, что это недостаточно. Права и свободы человека в либеральной версии, как эта всеобщая декларация, поняла. Это недостаточно. Они говорили, что человек – это социальное существо, а, соответственно, должны быть права. Быть права на труд, права на здравоохранение, многие другие вещи. Саудовская Аравия тоже была против, например, тогда. Почему говорят, а мы понимаем, человек по-другому. Не так, не в либеральном этом версии, как в этой виде, как представлено права, как защищенность свободы индивидуума, права человека – это концепт, работающий, а, против государства, б, против народа, а кто подавляет? Большинство подавляет, меньшинство индивидуума. Против церкви, против общины. Ну, в общем, по большому счету, это не случайно представители церкви, тот же Паттайарх Московский, очень жестко высказываются о концепте прав человека. Это не значит, что убирать права человека, это значит, что понимание человека должно быть взято иное, то, которое соответствует, в общем-то, нашей традиции. Правовое государство, отсюда же вытекающий концепт, как некая заданность, правовое государство. А что такое правовое государство? Это разделение властей. Оно характеризуется наличием исполнительной власти, законодательной власти, судебной власти. А что такое разделение властей? Ну, в марксистском дискурсе это очень хорошо показывали, но на самом деле за ширм разделения властей скрывается, что есть куколоводы, денежные мешки, которые всеми этими-то имя, у них настоящая власть-то находится в реальности. На этом, кстати говоря, на этой критике вытекала другая модель, модель советов. И еще важно, нет неправовых государств. Разная система права просто. Здесь навязывается единственная система права, связанная с разделением властей, связанной с трактовкой вот прав и свобод человека, индивидуума, как это преподносится на Западе. Две модели. А сейчас в психологии не я первый, кто обращает внимание на этот парадокс. Психология, как бы, так сказать, по этимологии слова наука о душе. Но изучение то, что преподается и дается в психологии, это как раз не предполагает вообще наличие души. Она просто купирует наука о душе без души, что само по себе есть некий парадокс этимологический. Ну, что доминирует в психологическом дискурсе? Ну, с одной стороны, это бихерейская модель, с другой стороны, это фрейдийская модель. Бихерейская модель это модель, где, в общем-то, поведение человека, его реакция, это сумма внешних раздражителей. В этом отношении человек устроен так, как животное, ну, более сложное. Животное тоже, как внешний раздражитель. А с другой стороны, аналогия с машиной. Машина тоже, она приводится к каким-то механизмам, в этой версии, если все сводить к внешним раздражителям, ну, внутренний мир человеку не нужен. Что там внутри? Это неважно. Это все перечеркивается. Вторая модель, фрейдийская. Ну, многие говорили, что это не наука, это такая квази-элигия, то, что создал Фрейд. Значит, есть некое бессознательное, он открыл. Бессознательное это сумма и сфера сексуальных комплексов человека. Ну, многие говорят, это, ну, Фрейд открыл туда, вот бездна, то, что называлось инфернальное. Инфернальное. Значит, сумма, по большому счету, это тоже разрушение. И тут внутренний мир человека не нужен. Разум, сердце, душа, это все упраздняется, и это все бессознательные, в основном сексуальные инстинкты, которые прорываются в сферу сознательного. И там в сексуальных комплексах надо искать подлинные мотивы человека. В первом случае бихеверизм внешние раздражители, во втором как бы голубинные сексуальные комплексы, следствие, внутренний мир человека упраздняется в первом, втором случае. Ну, в общем-то, опять-таки, психология ведет к репрессингу внутреннего мира человека. Пропущу культурную антропологию, как-нибудь поговорим о ней отдельно. Ну, наконец, преподавание, преподавание о религии. Ну, знаете, преподавание о религии, оно укладывается, вот тут не случайно фигура до Тейлора, кто-то помнит, много раз преиздавалась эта книга «Первобытная культура». Она преподается в таком эволюционистском духе. Первая стадия аниматизм, тотемизм, фетишизм, потом язычество, потом монотеизм, где представлены национальные религии, мировые религии и новая религиозность. Ну, а религиозная реальность тут отрицается. Это как бы взгляд извне. Это тоже надо иметь в виду. Эта версия отрицает Бога. Эта версия взгляда, эволюционного взгляда извне, и понятно, для как бы религиозного сознания. То, что религия производна, оказывается, от аниматизма, от фетишизма, поклонения камням. Понятно, что это неприемлемая трактовка, но она доминирующая. Сейчас с 1 сентября будет история религии России, она вот на таком же взгляде. Мало, мало измененным в этом отношении. Да, и еще одно, еще одно понятие. Хотя уже было ближе к завершению. Значит, сейчас все возятся с понятием искусственный интеллект. Мы отдельно поговорим об искусственном интеллекте. У нас запланирована одна из глав книги об искусственном интеллекте. Что хочу сказать только здесь. вот хотите освоить будущее, изучайте искусственный интеллект, там, и это обеспечит прорыв. Искусственный интеллект это метафора. Исходная ошибка заложена, а может не ошибка, в этом понятии искусственный интеллект. В Советском Союзе тоже занимались этой проблемой, но все это называлось иначе. Это называлось автоматизированной системой управления. Выделялось большое внимание, как бы специалистов готовили. Искусственный интеллект предполагает, что это некое подобие интеллекту человека. Машина подобна человеку. Он функционал. Но это очень сильное допущение. Откуда она идет? Если это подобие человеку, отсюда многие выводы делаются, это с одной стороны человечество не машины, с другой стороны возможно с кибернизацией человека. Если человек, разум человека функционирует так же, как функционируют эти сложные машинные системы, значит, они подобны друг другу, значит, можно одно другом заменить. Из установки метафора искусственный интеллект вошло в законы понятия искусственный интеллект. Метафора это вообще не научный термин. Это образ некий, но из этого образа, а дальше то, что было в виде образа, дальше поймали следствия, и следствия достаточно зловещие. Конечно, мы сегодня сталкиваемся с многими интересантами того, что, в общем-то, как бы торпедирует того, что завъявлены традиционные ценности. С одной стороны, это Запад, и Запад заинтересован, это форма такая не у колониализма, а какая форма? Транслировать свое видение общественных наук, продвигать общественные науки, поддерживать институции, которые эти науки тоже продвигают. Недружественные государства на постсоветском пространстве. Понятно, многие концепты, в общем-то, идут оттуда. Мы сегодня тоже наблюдаем прямые забросы. Иноагенты оппозиции. Академическая оппозиция. То, что на уровне Академии наук сегодня транслируется, ну, где, в общем, сайдоточие западничества таких подходов, это там. И как государство видит это в будущем взаимодействие, это, в общем, большой вопрос. Богема, квазикультурная тусовка, каэйтеры, менеджеры, то, что называли субкультуру каэтивного класса, блогосфера высокого комфорта, ну, и зомбированная молодежь. А молодежь зомбирована в значительной степени. Ну, это что, говорит там, да, говорят, хорошая молодежь, хорошая, но зомбированная. Значит, зомбирован очень сильно. Опросы все показывают, да, и практика работы. Ну, и последнее, наверное, значит, вопрос возникает об деструктивных идеологических концептах. Ну, мы предлагаем такую вот печень этих концептов, которые надо посмотреть. Это не значит, что все вот то, что перечисленные взгляды и видения надо запрещать немедленно, но есть предложение оценить по предлагаемым КТМ. Какие концепты являются деструктивными? Первое, которое универсализирует опыт противника. Опыт Запада универсален. Смотрите, как делает он. Второе, умаляет ценность суверенитета в пользу международной интеграции. Суверенитет ваш не что, надо интегрироваться в мир. Третье, умаляет или скверняет подвиги защитников отечества. Четвертое, атомизирует общество. Пятое, дискредитирует национальное прошлое, дегерализирует национальную историю. Шестое, отойцает, дискредитирует традиционные ценности народа, традиционные институции. Далее, периферизирует роль России в мире. Роль России где-то там на обочине мировой истории. Поддерживает сепаратистские националистические взгляды. Отойцает цивилизационную идентичность России в пользу космополитизма. Демонизирует государственную взрывайся, представляет антиподом обществу и человеку. Социально демотивирует, формирует стратегические ловушки. Предложение еще простое. Вот взять эти кайтери, может список еще будет расширен, и поименить к тому, что читается, преподается, на что делается ставку в программах высшего образования, тем более школьного. И я думаю, что очень многие концепты, которые сейчас, в общем-то, считаются как некая классика, они окажутся, в общем-то, концептами идеологически деструктивными. Благо того, что оценка с точки зрения законодательства для этого создана. Понятие деструктивные идеологические концепты появилось. Положение, в общем-то, завершая, завершая, хочу сказать, что положение, конечно, сегодня в плане концептуального суверенитета, оно тяжелое. Но главное есть понимание, что мы оказались некоторое время назад на уровне высшей государственной власти понимания этого не было. Сейчас есть определенные признаки того, что это понимание появляется, открывается окно возможностей изменить сложившуюся ситуацию. На этом я хотел бы завершить, поздравить всех с наступающим великим праздником. Спасибо. В ходе обыска обнаружили списки ложи П-2. В списке оказалось немало влиятельных людей. Сын последнего короля Италии Виктор Эммануил Савойский и Сильвио Берлускони тоже фигурировали в списке. Из книги Диониса Копторя «Политика преисподней».